Как вы думаете, что на этом мероприятии делает Яндекс? Кто слышал про беспилотники Яндекса? Можно спросить? А кто видел ролики, которые вы публиковали в сети? Кто видел, я еще покажу парочку. Кто не видел, заодно можно будет посмотреть. В ходе своего выступления я хочу рассказать о том, зачем Яндекс связался в это все и как мы видим дальнейшее развитие истории беспилотного транспорта и нашу роль в нем. Выглядела картинка персонального транспорта для человека. Появился личный автомобиль достаточно давно и примерно тут же появилось такси. И у человека в принципе было два выбора. Либо человек инвестирует много денег в свой автомобиль и обслуживает его, платит за парковку, страховку и за прочие расходы. Или же едет на такси, когда платит только за поездку, но при этом контроль за пространством во время перемещения отсутствует и сам по себе экспириенс варьируется от случая к случаю. Не так давно, чуть меньше 20 лет назад появился третий зверь сюда, это такой каршеринг, когда в принципе возникло нечто среднее между этими двумя вариантами. То есть с одной стороны человек получает какое-то пространство для перемещения в себе на какое-то время, при этом он не несет больших затрат на содержание, обслуживание и так далее. Но минус заключался в том, что, например, если личный автомобиль, можно припарковать около дома и выйти, сесть в него, поехать когда угодно, а такси можно вызвать туда, где ты сейчас находишься. Каршеринг не всегда есть рядом, иногда надо к нему идти, не всегда доступен, и как бы есть сложности. А теперь, если вдруг представить, что появилась технология беспилотного вождения. Что можно сделать с ее помощью вот с этой картинкой? Получается вообще идеальное персональное транспортное средство. Во-первых, доступно когда угодно, во-вторых, инвестировать сразу много денег не надо, в-третьих, это как раз тот автомобиль, который нужен пассажиру, водителю в данном случае, пассажиру. Не важно, в данный конкретный момент, приезжаем по требованию, можно заказать сегодня внедорожник, завтра кабриолет, как душа пожелает, без каких-либо инвестиций. И опять же, все говорит о том, что это будет сильно безопасней, чем водитель. Конечно, когда Яндекс понял, что у нас есть и такси, и будущее с технологиями беспилотного транспорта, и инфраструктура у нас есть, и опыт в разработке систем искусственного интеллекта, компьютерного зрения и так далее, вопрос, делать или не делать технологию беспилотного вождения, в общем-то, он решился достаточно просто, и мы стали эту технологию делать. Немножко хочется поговорить о том, как мы себе сейчас представляем технологию беспилотного вождения, и из каких компонентов она состоит для нас. Во-первых, это локализация. Автомобиль должен, на самом деле, об этом уже говорил Роман, но я скажу чуть-чуть с нашей точки зрения. Во-первых, это локализация. Автомобиль должен понимать четко, где он находится, с точностью до сантиметров, причем делать это автомобиль должен без привязки к какой-то инфраструктуре, потому что инфраструктура штука ненадежная, то есть на спутниковую инфраструктуру полагаться тоже не стоит, потому что она глушится, потому что ее не в тоннелях, поэтому локализовываться мы должны точно так же, как делает человек. Осмотрелись по сторонам, набором сенсоров, пони легкие, я вот здесь, смотрю туда. После того, как задача локализации решена, начинает решаться задача восприятия. Нам надо понять, что вокруг есть нас в плане дорог, по которым мы можем ехать, автомобили, здания и других участников дорожного движения. Когда решена эта задача, мы чуть-чуть усложняем. Появляется еще задача предсказания. Нам не только надо понимать, кто где находится, но и где все эти объекты, особенно динамические объекты, будут находиться через несколько мгновений. И после того, как вы поняли это, мы можем, понимая траектории и положение этих объектов, через какое-то время спланировать свою траекторию, свой путь соблюдения всех правил дорожного движения так, чтобы никого не задеть и ничего не нарушить. Ну, то есть мы не можем поехать по зеленой траектории, очевидно. Точнее, мы можем поехать по зеленой, потому что красная будет пересекать машину, когда она проедет чуть вперед. Ну, вот так как траекторию мы сформировали, дальше задача простая, задача контроля. Мы должны заставить автомобиль двигаться по предназначенным, собственно, предопределенным траекториям. И, как опять же справедливо замечал коллега, конечно, на данном этапе задача локализации, задача планирования в некотором роде проще всего решать с помощью карты высокого разрешения. Каждая компания, которая говорит про карты высокого разрешения, вкладывает в это понятие что-то свое. Мы тоже, как бы, определяем это для себя определенным образом. Но факт тот, что на текущем уровне развития технологий у кого бы то ни было на нашей планете, беспилотники двигаются, вот прямо если мы говорим про настоящий беспилотный автомобиль, а не про систему помощи водителям, только там, где есть карты высокого разрешения. И как мы это делаем? Вот есть ролик. Те, кто видел, можно сказать, еще раз, кто не видел. Мы, если вы не знаете, 30 августа запустили в Иннополисе в тестовом режиме, потому что нет законодекса, позволяющего запускать такие сервисы не в тестовом режиме. Робот-такси. И как раз сегодня с радостью сообщили о том, что вот с того момента мы совершили чуть более тысячи поездок с пассажирами. Бой на полюсу. Особенность запущенного нами сервиса в том, что за рулем этой машины нет никого. То есть человек садится и едет, а машина крутит руль сама, и это производит неизгладимое впечатление на тех людей, кто такие поездки еще не пробовал. С музыкой оно еще лучше смотрится, поэтому если что, потом можно на ютубе найти и посмотреть, динамичнее будет. И мы при этом, конечно, отдаем себе полный отчет в том, что автономное вождение – это революционная технология. И массовое появление беспилотных автомобилей кардинальным образом изменит рынок. И люди перестанут покупать автомобили, но продолжат ими пользоваться. Потому что зачем покупать автомобиль, если можно, опять же, как я уже говорил, по нажатию кнопки вызвать именно тот автомобиль, который вам нужен, туда, куда вам нужно, в любой момент времени. И автопроизводители и дилеры вынуждены будут стать поставщиками услуг. И именно это та причина, по которой сейчас автопроизводители, несмотря на громкие заявления, не предпринимают каких-то серьезных, кардинальных, революционных шагов в этом направлении. Вся рекламная коммуникация всех автопроизводителей направлена на водителя. Им приходится убрать центр всех своих сообщений из будущей бизнес-модели, и это их немножко пугает. Именно поэтому они с удовольствием поддерживают разговоры. Да, беспилотники круто, но нужна инфраструктура, но нужно 5G, нужно еще законодательство, безопасность, вообще можно оправдать все, что угодно. Но это, вот все эти разговоры, они сравнили тому, как вот если бы 120 лет назад мы с вами сидели и говорили, а можно ли выпускать на дороге первый автомобиль? И рассуждали на тему, но автомобиль же ездит по асфальту. Нам нужно сначала проложить все асфальтовые дороги, только потом нам нужно будет выпустить автомобили. И так далее. Артем, меньше минуты. Меньше минуты, да? Ну, хорошо. Ну, тогда давайте я вот, наверное, покажу еще один ролик и отвечу на вопрос, если они будут. На Иннополисе мы не остановились, мы также запустили робот-акси в Сколково две недели назад. И теперь для того, чтобы стать пассажиром беспилотника, не обязательно ехать за 800 километров от Москвы, а можно буквально переехать за МКАД и посмотреть, как оно работает. Опять же, с музыкой веселей, поэтому я призываю вас пойти на YouTube и тоже посмотреть эту ролик. Особенностью нашего запуска в Сколково является то, что там вызвать такой автомобиль можно прямо из приложения Яндекс.Такси. Если поездка из Сколково в Сколково. Я еще хотел вам рассказать о тех мифах о беспилотном транспорте, которые существуют, на наш взгляд, в индустрии. Но так как у меня время закончилось, я просто оставлю этот слайд висеть здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!